На мой взгляд встреча была очень полезная. Я полагаю, что такие встречи нам надо проводить почаще, поскольку мнение депутатов, мнение жителей, мнение работников администрации, мнение подрядчиков. Мы не во всем сегодня соглашались, но есть, конечно, очевидные проблемы. На эти проблемы было подрядчик указано. Я полагаю, что совместными усилиями все сделается для того, чтобы работы выполнялись более качественно. Наша общая задача, чтобы те деньги, которые выделялись из бюджета, они тратились эффективно, а работы выполнялись качественно. В этом году администрация рано объявила аукцион на выполнение ремонтных работ. Работы начались рано. Я полагаю, что те сроки, которые определены, до августа завершить ремонтные работы, благоустройство дворов и ремонт дорог, они, я думаю, исполнимы. Поэтому все будем работать над тем, чтобы работы выполнились лучше. Хотелось бы добавить тоже, что деньги выделены, деньги, хотя и недостаточные для того, чтобы сделать вид был закончен, но они достаточно большие. И наша задача как депутатов сегодня была не просто пальцем тыкнуть, указать на какие-то недостатки и так далее. Хотелось бы в следующем году, когда мы будем смотреть следующие виды работы, чтобы мы опять на одно и то же натыкались и одни и те же недостатки видели. Это в первую очередь сделано для того, чтобы мы все-таки и подрядчики, и заказчики, они повышали свой, скажем так, уровень, подход, и все было, скажем так, на следующем, в следующем виде работ были сделаны более качественно. Все, я теперь. Я подведу, скажем так, итог, прямо поэтапно, как мы с вами ходили. Первое, мы куда пошли, это дворовые территории в рамках программы комплексное благоустройство дворовых территорий. Там было потрачено, по крайней мере, запланировано потратить порядка 14 с лишним миллионов. На самом деле, как бы, ну, объективно, если говорить, как бы, работы были, ну, я бы сказал бы, на четверку точно железно. То есть, они достаточно были сделаны качественно. Сейчас понятно, они выполнены только там на 70% по информации администрации. То есть, впереди еще работы, связанные с асфальтированием, скажем так, дорог, по которым ездят машины. Но, в целом, по работе подрядчику, что касается дворовых территорий, ну, вот лично у меня претензий не возникло. У меня единственный момент, который бы хотел тоже акцентировать, это возникал вопрос, связанный с мест для накопления мусора. То есть, если мы говорим там о ремонте дворов, чтобы он был красивый, чтобы не было ни к чему не придраться, ни у жителей, ни от чего. Ну, наверное, этот вопрос надо было тоже учитывать при формировании технического задания и со стороны управляющей компании, взаимодействия управляющей компании и администрации. Здесь мы, получается, как бы вынуждены обращаться к подрядчику, там, ну, давайте поспособствуйте, не в рамках уже контракта, там, из каких-то там собственной экономии попросить там делать эти площадки. Мне кажется, этот вопрос достаточно актуальный, чтобы потом не было, что у нас вроде как бы все красиво, но вот есть пятно, которое бросается в глаза и не хотелось бы, что. Время еще есть, я думаю, сегодня какие-то выводы сделают и УДХБ, и, соответственно, эту работу, может быть, через управляющие компании, через это попробуют подправить. Что касается теперь дорог, это ямочные ремонты и это магистральные дороги. Мы сегодня узнали о том, мы посмотрели, да, как ведут работу, ямочные работы ведут три организации, которые выиграли, скажем так, аукцион. Две организации выиграли аукцион, одна организация в рамках муниципального задания, это наша организация «Балавтодор». Ну, во-первых, прежде чем об этом говорить, наверное, я как бы скажу, опять же, исключительно свое мнение. Вот у нас в этом году было принято достаточно претендентное решение, да, которое не было до этого. То есть мы об этом-то много мечтали, но вот оно состоялось только в этом году, да, это по инициативе Володина, это по инициативе Панкова, при поддержке Панкова, да. Все-таки область вышла, разрешила, скажем так, использовать транспортный налог и оставлять его в муниципалитет. Вот сейчас наша задача, как мне кажется, там, и депутатского корпуса, там, и там, партии «Единая Россия» здесь в этом плане, чтобы мы этих двух людей не подвели, чтобы не получилось так, что та инициатива, которая Володьевна Панкова, скажем так, через область была и со стороны губернатора рассмотрена, чтобы мы так не получилось, чтобы мы потом не смогли грамотно распорядиться этими деньгами и не посмотрели там за тем же вопросом, как эти деньги в итоге израсходовались. Поэтому вот сегодня то, что мы посмотрели и дворы, и дороги, я думаю, что это надо делать регулярно, и это надо делать совместно с жителями. Сегодня достаточно... были люди, которые выходили, говорили свои замечания здесь. Есть понимание, я надеюсь, что эти замечания тоже будут учтены из стороны подрядной организации, но вот если говорить там про ямочный ремонт, ну... Притча есть такая, как накормить голодного, да, кто-то дарит рыбку, а кто-то дарит удочку. Вот если перевести это на нашу аналогию, вот, да простят меня там, пусть обижаются подрядчики, но мне кажется, может быть, при тех инициативах, которые были реализованы, может быть, уже стоит задуматься о том, чтобы как-то рассмотреть вопрос по усилению и созданию, может быть, в перспективе, не сразу, но создание своей муниципальной организации, которая будет осуществлять и ямочный ремонт, и магистральный ремонт. Учитывая те деньги, которые сейчас у нас, перспектива этих денег и появления в муниципалитетах, я думаю, что это, возможно, ну, разумные предложения, может быть, поэтапные, да. Мы много вот на Совете Депутатов говорили о том, что, ну, бал автодор, вроде как, поругать, да, пылит он там или там недостаточно качественно убирается там. Есть, понятно, объективная причина, ну, техники не хватает. Но сейчас мы говорим о том, что есть финансирование, то есть, фактически, всегда вопрос убирается в деньги. То есть, есть деньги, сейчас наша задача, мне кажется, тоже просмотреть вариант развития своих компаний, которые будут также убирать. Во-первых, это будет и спрос, понятно, мы сейчас, может быть, там, где-то ущемлять, может быть, бизнес. Нет, не ущемлять, а просто здоровую конкуренцию. Потому что вот сегодня посмотрели на ямочные ремонты, да, там, три компании. Вот в моем личном рейтинге, да, там, ну, я для себя сформировал, да, там, есть компания ПИК, которая, ямочный ремонт, сделала достаточно неплохо на фоне, там, дор-сервиса. И наша муниципальная компания, да, там, бал автодор, которая, как бы, есть претензии, наверное, из всех трех хуже всех. Задача наша, подправить, чтобы, ну, опять же, подправить, это вопрос в технике или вопрос в управлении, да. Если мы говорим, там, ну, понятно, там, позиция администрации, семь дней, жители говорят, что семь дней не делали дырки, и семь дней не заделывали их. Ну, я, наверное, поверю больше жителям, чем, допустим, там, отделу ДХБ, который говорит о том, что такого не видели. То же самое по ямочному ремонту. Если, ну, там, в жилгородке мы смотрели, там, тоже согласен, может быть, объективные причины, там, дорога кривая, косая, но ты же по ней идешь, ты же видишь все. Ну, как бы, ну, и это, мы видим, это жители видят тоже, как бы, такой момент. Что касается теперь магистральных дорог, магистрального асфальтира сплошного, да, вот эта вот дорога, которую, вот, мы смотрели сплошным сделанную, Бульварос, да, она, ну, наверное, самая убитая, наверное, в городе Балаково была. То есть по ней проехать, и здорово, что ее запланировали, и здорово, что включили в список, и она в итоге сейчас сделана. Может быть, там, ну, какие-то есть претензии по качеству, посмотрим, время покажет. Я очень рад, что в этом году у нас, на мой взгляд, существенно отличается тех заданий сформированных, да, у нас везде четко прописаны пятилетние гарантийные стройки. Если говорить раньше, то там говорили, там, про три года, сейчас эти гарантийные стройки прописаны везде четко, и во дворах, и на магистралке в течение пяти лет. Здорово, что там начали использовать, сейчас вот, по информации администрации, здорово, что стали использовать, там, гранитную крошку, да, это в любом случае отразится на качестве. Возможно, поэтому подрядчик идет на такие, ну, скажем так, риски и не риски, на пятилетние сроки гарантийные готов соблюдать. Ну, на самом деле, подводя итог, ну, наверное, как бы, выводы каждый сделает, должен, каждая организация должна для себя. Это должна быть и администрация, и депутатский корпус вместе с партией, и подрядчики, которые сегодня заводили, которые, есть перспективы, если они там будут как-то некачественно выполнять, то, возможно, появится муниципальная компания, которая тоже будет участвовать в этом вопросе, поэтому, ну, это у меня, наверное, все.